Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 29 апреля. Память святых девяти мучеников Кизики пострадавших. Город Кизик находится в Малайзийской области Низии, на берегу Дарданельского полива, отделяющего Азию от Европы. Он стоит рядом с городом Траадуи, в котором проповедовал святой апостол Павел, учитель язычников, и был просвещен святой верой христианской от того же апостола. Хотя этот город и был просвещен светом христианства, но первоначально он имел не очень много христиан, по причине гонения на христианскую веру от язычников. Когда нечестивые римские императоры, правившие до Константина Великого, рассылали по всем странам грозное повеление всех исповедовавших имя Христова принуждать к поклонению идолам. И посылали для этого жестоких егемонов, обязанных казнить различными способами и предавать смерти всех, не повиновавшихся царскому повелению. Когда многие из христиан бежали из города, китайцы по горам и пустыням, другие же из христиан жили среди язычников, но скрывали от них свою веру. Те же, которые особенно горячо любили своего Бога и Господа Иисуса Христа, явно во всеуслышание исповедовали имя Христова посреди язычников и охотно шли на многоразличные мучения и смерть за имя Христова. К числу этих последних принадлежат и воспоминаемые ныне девять святых мучеников, доблестных мужей, твердых во святой вере, как Гарасион, и горевших ревностей по Боге, как Илья. Имена их следующие – Феогний, Руф, Антипатор, Феостиш, Артема, Магн, Феодос, Фавмасий и Филимон. Эти святые мученики происходили из разных городов. Собравшись вместе с кизики, они, не спрашиваясь ни грозных царских повелений, ни мучений и смерти, велегласно прославляли Христа, дерзновенно исповедуя, что Он – истинный Бог, Творец и Вседержитель всего мира. Вместе с тем они обличали и порисали нечестивые учения язычников, идолопоклонников, которые вместо Бога почитали бесов. Вместо того, чтобы поклоняться Творцу всего мира, поклонялись твари. Вместо живого Бога поклонялись бездушным идолам. Вместо истинного Бога почитали ложных богов. Вместо любви к Богу милосердному, подающему людям всякое благо, приносили жертвы жестокосердным, бесам, мучителям людей. Посему эти святые мученики не увесевали ослепленных неверием язычников, оставить свои заблуждения и познать истину, дабы, просветившись светом христианского учения, уверовать во единого истинного, пребывающего на небесах Бога, содержащего в своей власти всю Вселенную. Узнав о такой дерзновенной проповеди святых, нечестивые служители дьявола взяли их без милосердия, как волки овец, и, связав, представили их на допрос начальнику города, как бы каких злодеев. Святые воины Христова мужественно предстали перед нечестивого судью. Святые были воспламенены огнем любви к Богу и ревностью о славе Его. Представ перед мучителем, они облеклись во всеоружие Божие, дабы мужественно противостать нечестивому судьи, а наипаче самому князе тьмы, на борьбу с которым они теперь выступали. Нечестивый судья предавал их различным мучениям и пыткам, не один раз заключал их в темницу, а затем снова выводил и предавал мукам, требуя, чтобы они отверглись от Христа и принесли жертву идолам. Но доблественные воины Христова ни в каком случае не соглашались отречься от Христа, своего Бога и Господа. Напротив того, они начали говорить о суетности и злопоклонства, и укоряли в нечестии и самого судью. Вследствие этого, они после многих других различных мук были усечены во главы в конце третьего века. Около того места были погребены и тела их. Спустя несколько лет после этого царился Константин Великий, который, приняв святое крещение, прекратил гонение на христиан. Свет благочестия христианского теперь всюду разлился по вселенной. Тогда кизихиские христиане с богоговением извлекли из земли тела святых мучеников, которые оказались нетленными. Затем положили их в новые гробы, построили храм в честь святых мучеников и с богоговением принесли в него свое многоценное сокровище. От этих святых мощей совершались многоразличные чудеса и исцеления. Бесы изгонялись, расслабленные становились здоровыми, страдавшие лихорадкой совершенно исцелялись от своих болезней. Как, например, один известный в городе муж, страдавший водянкою, исцелился от своей болезни, прикоснувшись с верой к раке со святыми мощами. Равным образом всякий, какой бы ни был одержан болезнью, с верой прикоснувшийся к огробу святых мучеников, тотчас получал исцеление. Видя это, многие из неверных обращались ко Христу. Так что вскоре весь город тот уверовал во Христа, идолы языческие храмы сокрушались, и вместо них воздвигались храмы христианские. Благочестие просветало в городе Кизики по молитвам святых девяти мучеников, там почивавших. Когда же по смерти благочестивого царя Константина и сына его Констанция, царствовавших довольно продолжительное время, воцарился нечестивый Юлиан-отступник, то некоторые из проживавших в том городе еленых язычников отправились к этому императору и донесли ему на христиан, что они разорили все их храмы и жертвенники разбили. Услыхав это, царь, хотя и повелел восстановить языческие храмы и идолов, однако не позволял делать никаких притеснений христианам, жившим в городе, так как их было очень много. Почему он боялся народного возмущения? Однако этот нечестивый император приказал заключить в темницу христианского епископа Елевсия. Когда же он отправился в поход против персов и погиб там, то епископ Елевский был освобожден и снова в городе Кизики, воссиял свет веры Христовой, город тот укрепился, укреплялся и утверждался, как крепко истяною, усердным предстательством перед Богом тех святых мучеников. Молитвами их, да получим и мы исцеление от болезней наших, как душевных, так и телесных. Да сподобимся также благодати и милости от Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok